Ну что, ребята, после обеда отдохнули. Сейчас мы решили, что вдвоем с мужем встанем, перекрутим, будет быстрее сок, бы я так до вечера буду этот самый. Я режу, перерезаю, сюда складываю. А, надо еще эту штуку. Вот эту штуку, что-то я ее плохо помыла. Ребята, зараза, кусаются мухи. Это просто что-то ужасное. Обычно это вообще осенняя муха, как она там называется, какая-то жужжалка, я не помню. Они кусаются, кровь пьют с людей. А это что-то так рано, они кусаются, капец. Они перепутали время года или что. Кусают ужасно. А так ее внешне особо от обычной мухи не отличить. Но она кровососущая. Все, муж будет перекручивать, сюда будет литься сок. Вроде все правильно установила. Надеюсь, сюда будет жмых. Для чего вот эта штучка? Ой, вот эта вот штучка, что она для чего? Что она делает, короче, не знаю. В общем, сюда жмых, сюда сок. По мере наполнения будем переливать уже в большую кастрюлю. Вот, я нарезаю, а тут муж будет толкать. Ребята, сок готов. Получилось 7 литров всего лишь. Ну, для начальной стадии пойдет. На начальном этапе, вернее. Ребята, закрываем. Мы вот такие бутылки. И они уже не помню, откуда нам достались. Кто-то нам их привез. Кто-то нам их передал. А я не помню, кто. Такие прикольные. Это самое, смотрите. Вот. У нас их вообще 10 штук для 10 литров сока. Они из-под чего-то. Этикетки я не снимаю, ребят. Зачем? Такие классные. Они литровые. Их должно быть 10. Я нашла только 5 или 6. Сейчас еще буду искать. Вот. А крышек от них 9 нашла. Значит, 10, возможно, она дома в холодильнике не выпитает. Что мне кажется, что там что-то маячило. Вот. Закроем в них. А. И прикол в том, что нет, ребята. Блин, а какую я только что мыла? Какую я в руках держала? Ладно. Еще раз. Иди с Томой. Прикол в том, что у меня нету ершика, чтобы в бутылку. Сюда же не пролезешь, руку не засунешь в эту бутылку. Что я делаю? Ребята, я седаю туда мочалку, наливающую воды и делаю вот такое солнышко, знаете? Круговорот мочалки. Природная. Вот так вот делаю. Я ну там все отмыла. Ну, они так-то чистые, но все равно помыть надо, потому что они лежали в сарае. А здесь уже вот так вот я пальчик засовываю. Вот так вот по кругу все. В любом случае, я их сейчас буду кипятить. Стерилизовать. Стерилизовать буду вот таким вот образом в кастрюле. Вот так вот их вставлю в кастрюлю. Сюда у меня должно поместиться 4 штучки. И все, водички наливаю и оно кипит. Крышки отдельно буду кипятить. Ну, сейчас еще парочку. И все. Сок включила, сок варится. В принципе, он варится недолго. Я вам уже рассказывала где-то в видео, что пенку я не собираю. Я варю до той поры, пока перестанет образовываться вот эта вот пена. Такая она. Томатная пена вкусная очень. Я всегда... Мама, когда в детстве томатный сок варила, эту пенку она, помню, собирала. Вот. И мне давала я. В зеннышко прилипло там. Томатная, блин. Застряла. Не хочет. Мне мама сюда эту пенку томатную давала. Пробуем. Так, все. Еще одна баночка есть. Третья, да. И четвертая сюда войдет. Серый пакет притащила. А, не, не больше. Сейчас. Это сколько получается? Там три. О, семь. А у меня как раз семь с половиной литров. Вот семь бутылки литров. А может она уварится и будет семь, да еще стакан напопить. Сока. Нормально. Ну, где-то должны быть, надо в сарайчике искать. Томатный сок. Хотя дети в детстве, мне кажется, не очень томатный сок любят. Я помню, мы с дедушком у нас в магазине. Магазин рядом был. И там продавали соки на разлив. А соки были в таких трехлитровых бутылях. Вот. И дедушка себе брал на разлив. Стакан приходишь, там сколько-то вам копеечек стоило. Дедушка себе томатный брал. А мне яблочный сок. И пили вкусненький. В детстве я не любила томатный сок. Так, а ну-ка. Четвертая. О, да тут пятая поместится. Ребята. Да. А, мне кажется, да. Сейчас попробуем. Короче, кто-то, тот, кто мне эти баночки подогнал, любит покупать соки, да? 100% натуральный. Родишка. Прямый виджин. Яблочно-горбузовый. Яблочно-горбузовый. Все, видно, какой сок любят. Так, а ну, сейчас мы ее влепим. Прикольные такие баночки. О, есть. Она не совсем до дна достает, но какая разница, водичка будет кипеть, и оно все будет стерилизоваться. Вот. Теперь сюда надо налить воды. Я возьму кокшик. Наливаю воду. И пусть кипятится. Мне пишут, Юля, почему ты не стерилизуешь? Очень легко и просто банки стерилизуются в духовке. Ну, во-первых, ребята, у меня духовка настольная, маленькая. Сколько у меня туда банок войдет? Фиг да нифига. Во-вторых, это сейчас у нас вот сколько-то там дней не отключают свет. А там, когда электричества нет, как я, как духовка. Боже, слава богу, что у меня есть газ. Ребята, так, все, горлочку, ну, еще чуть-чуть налью. Горлочки, чтобы были в воде. У нас все это будет стекутиться, и все будет хорошо. Отправляю на плиту. Вот так я стерилизую свою посуду, тару для сока. Оп. Есть. Так. О-о-о-о. А тут уже потихонечку все, ребята. Все потихонечку. Смотрите, что тут происходит. Сок начинает закипать. Настоящий, стопроцентный, натуральный, без всякой химии, без всяких нитратов там. О, тревога. О, тревога. Кто-то смотрит в этом году прошлогодние рецепты. И пишет, отважная женщина. Тревога звучит, консервацию делает, закрывает. Ну, там, в рецепте где-то, на фоне этот самый. Что? Мы все отважные. А что делать, ребят? Все равно люди запасаются. Если есть чего, если, ну, люди, ну, и покупать, конечно же, стараются. Но пока что, ну, я на рынке редко бывает. Мама там бывает звонить, цены рассказывает. То дорого, дорого, конечно, кто-то мне написал. Ты что, с ума сошла, показываешь, как помидоры консервируют? Ты знаешь, сколько они стоят? Ну, так, ну, не все покупают, есть огороды у людей. Ну, дай бог, и на рынке, ну, просто еще рановато, рановато. Еще где-то, возможно, в конце августа цены немножечко понизятся. Я к чему говорю? В любом случае все пытаются сделать какие-то заготовки. Что-то делать, что-то двигаться, что-то шевелиться. А что, как я вот это, да, вам часто говорю, а что, лечь в яму, выкопать и лечь лежать, ждать? Нет, что-то делаем, что-то возимся, ребят, закрываем. Тем более у меня свое с огородом. Куда? Я и так часть раздаю, часть угощаю. Надо же и что-то, что-то позакрывать. Вот, я же выращиваю не для того, чтобы сесть на них смотреть, какие вы красивые. Нет, в баночке, в баночке консервируем томатный сок, аджика. Насчет томатной пасты спрашивали. Юля, ты ж так, ты ж все ради томатной пасты. Во-первых, ребята, еще раз повторяю, у меня в этом году, так же, как и у многих, ну, лично у меня процентов 70 урожая помидоров, фу, жарко тут, погорело на солнце. Они с ожогами, погоревшие. Муж сказал, что даже такие не хочет собирать, ну, частично, где там чуть-чуть можно обрезать. А когда больше половины помидора, вот у нас с ожогом, так и лежат на участке. 70% погорело. Ну, ничего страшного, за счет того, что я взяла количеством, то есть у меня посажено очень много. Кто-то из зрителей списал, у меня там 20-30 кустов, все погорело, и я без помидор. У меня, видите, получается, я очень сожалею, что так у вас получилось. У меня, получается, из-за большого количества у меня посажено 600 кустов, около 600, по-моему. Вот, что-то, что-то даже вот сок катаем. Правильно? Ну, что делать? Так, все, жарко тут, выбегаем, хай оно потихонечку кипит. Крышкой я дальше не накрываю, вот оно начинает закипать, крышка не нужна. Она еще лишняя, все равно томаты содержат воду, да, лишняя выпарится, его станет, да, чуть меньше сока, но он станет чуть-чуть гуще. Ай, вкусный домашний сок, но это же через соковыжималку, это без шкурочки. Может, где-то семечко там и проскочило, вон видно на ложке, ну, это такое ерунда. Короче, классный, классный, домашний. Он потемнеет, это он сейчас такой, он должен потемнеть при варке, я вам потом покажу. Так, все, пошла дальше, следующую партию. Как только закипит, кипеть они будут, ну, ребят, минут 10, хай кипят, чтобы были горячие и горячие. Наверняка все стояло. Ребята, представляете, вырубили свет. Боже, как хорошо, что мы вдвоем крутили сок, что я резала помидоры, а муж крутил. Блин, иначе я бы не успела. Соковыжималка же от электрики работает. Смотрите, уже пены почти нет. Сок почти готов. Я добавляю в него чуть-чуть соли. И все, больше ничего. Вот так вот он медленно кипит. Банки одни простерилизовали, сейчас меняю на следующие. Готово, готово, ребята. Оп, подсветочку включу. Ну, короче, нифига, получилось 6 литров. Здесь, скорее всего, литр, это если вот так вот наливать, вот так вот примерно, тогда литр. Вот, а так как я полная до краев, до краев, я, в принципе, там пустот, как бы, стараюсь не оставлять, то ушло боль. Короче, 6 таких бутылочек получилось, и все. И вот чашечка. Вот такой вот, смотрите, красивый, яркий. Сейчас надо еще разлить же, конечно, томатный сок. Вкусный. Все, пусть остывает, и в погреб. Пошла, собрала, ребята, кукурузки варить, поставить. Это ж моя любимая, которая кормовая, не сахарная, а кормовая обычная кукуруза. Вот, но у меня в этом году с ней вот такая вот беда. Вон, посмотрите, видите, очень много пустоты. Прямо вообще. Вот так вот она выглядит. Печально, печально. Вот такая кукуруза, то есть не наполнена она, видите, как пробелы. Мне написала одна зрительница, говорит, что Юля, это она недопереопыленная. Вот ты посадила ее, типа, в два ряда, а надо ее сажать в ряда четыре. Лучше, типа, я поняла, лучше пусть короче ряды будут, но там в четыре рядочка. Вот, а я и смотрю, соседки вот тут вдоль посаден один, посажен один просто рядочек, то вообще там ничего нет, вообще ничего не завязалось. Вот, ну, понятно, видите, буду знать. Хотя вроде в прошлом году у меня тоже два или три ряда у меня было. И такого, ну, встречалось кое-где, но так вот прям не было, что каждая у нас страшненько, видите. Ну, все равно, что ж я буду выбрать, вот это вот вообще, видите, что. Она уже стареет, надо ее варить, ребята, надо кушать. Поэтому, я думаю, сейчас поставлю варить, да пойду возьму пакеты или ведра. Ну, чтобы в ведро много не влазит кукуруза, она раз-раз-раз и уже полное ведро. Возьму пакеты, наверное, в них хоть лежа ее можно. Да пособираю, может, завтра муж в город будет ехать, там маме завезет. Конечно, как-то стыдно такую давать кукурузу некрасивую, ну, а что делать? Либо она там постареет и выбросится, либо этот самый, кто-то поест, да? Вот, кстати, насчет, когда на рыбалку мы ездили, я же показывала, что я варю, ловлю рыбу на перловку. Перловую крупу варю на крючок и так далее. Мне написали, что можно ловить на кукурузу, кстати, я не пробовала. Так что надо повторить на рыбалочку и этот самый. У меня еще в погребе пол ведра огурцов стоит. Я сегодня не хочу, уже время 8 часов вечера. Я только закончила с этим соком, с помидорами, мне не хочется вообще. Я думаю, хай, стоит до завтра, а завтра разберемся. Может, завтра я еще соберу огурчиков, пройдусь, может, там еще что-то будет. Думала, займусь квашенами огурцами, у меня там 6 банок на полу стоит, квасится. А нет, еще ночь пусть кай постоят, надо, чтобы они хорошо-хорошо перебродили. Уже ничего, персики доели с дерева последние, виноград рвем, кушаем. Вот немножко, а что, уже, видите, пчелы его поели. Вот остался, в принципе, вот остался. Но он такой, он как мед сладкий. Этот муравьи доели вместе с пчелой. Ну, больше муравьи, наверное. Все, я такой еще с ней дозрел там. А, вот еще есть гроздь, это не, ой, падает уже. Ну, это плохие падают. И вон тоже муравьи, в этом году нашествия какие-то. Все, почти доели, это вот вкусный такой виноград у нас. Вот, зато начинает этот уже поспевать. Посмотрите, какой крупнячий. Смотрите, какой виноград. Виноград, вот он тоже висит здесь. Видите, спеет потихоньку. А вот тот, типа Молдова, тот вообще поздний. Он будет аж к осени. А этот более ранний уже спеет. Красивый такой. Да уже ничего не лезет. И то поели, абрикоски доели последнее с дерева. Уже наелись всего. Уже ничего не хочется. Насытились. Это уже, если честно, даже помидоры. Мы салат делаем каждый вечер. О, кстати, надо перца нарвать. Мы уже салат сделать. Салат делаем каждый вечер. Уже и салат не лезет. Я говорю, не, я лучше просто помидорку съем. Не в каком салате жены хочу. Так, все, заливаю водой. Ставлю на огонь. Пусть варится. Да пойду, наверное, посрываю, пособираю. Можно было бы завтра, чтобы свежа к маме передать. Но я думаю, что я в погрязь спущу. Ничего за ночь сорванной кукурузой не будет. Вот, потому что сейчас просто вечер. Солнце не так термоядерно светит. А завтра я точно обломаюсь по жаре. Завтра жаркий день снова. Все, весь напор. Люди огород поливают. И напоров крайне нет. Все, пойдет. А я так одной рукой не подниму. Ребята, нам свет дали. Два часа не было света. Ну, более-менее нормально. Даже холодильник холодненький остался. А я просидела полтора часа, ребята, в сарае. Шелушу этот лук. Надо же потихонечку, помаленечку. Чеснок еще предстоит. Здесь, там, короче, дофига. Думаю, ну кто же что будет делать? Надо потихонечку делать. Здесь еще полный сарай лука. Чеснока вон. Чеснок лежит. Я вот с этого начала. Там я уже перешила. Шила там тоже. Вот здесь вот. Вот это вот место. Вот это вот просто шелуха лежит. Вот здесь вот. Я крутилась в одном уголочке. Вот полтора часа. Я нагребла два полных ящика, но не этих. Вот эти вот два ящика, это в первую очередь надо кушать. Ну, еще месяц, лето впереди, консервация, влечу я лук добавляю и так далее. Вот это вот, который со стрелками. Тут я стрелки обрезала. Здесь уже думаю, что я их обрезаю. Потом все равно его чистить и так далее. Вот так вот складываю. Это такие низкие ящики. Это которые на покушать. А на шелушилу, ну, я говорю на шелушилу. Ну, а как? Сидишь в перчатках и шелушишь. Так, вот это все надо. Вот это вот мусор не вынесли сегодня. Надо все это убирать. Ну, вроде, слава богу, дождей не предвидится. Ну, вроде бы, как, ребята, в дождике надо, чтобы полить все. Но я имею в виду, что он не зальет этот весь неубранный нами материал. Так, подсветка. Оп, включаем подсветку. Вот эти вот два ящика. Вот большой, огромный ящик. Вот такой вот лучок получается. Вот, я поначалу сильно низко вот это вот обрезала. Потом думаю, нафига. Вот что оторвалось, то оторвалось ножницы вообще в сторону. И убрала, потому что от ножниц натираю мозоль на пальцы. Вот. И корешки, вот они отсохли, они, в принципе, вот отрываются. Ну, где-то остались. Вот так вот. Вот такой лучок. Есть крупный, есть помельче. Ну, в общем, луком я довольна. Весь тверденький, весь вообще. Тут вот, фуф, главное, чтобы хранился. Это вот такие есть, видите. Вот это я только что один ящик. С меня полтора часа ушло. И вот этот вот ящик. Этот поменьше ящик. Вон, видите, какой крупнячий есть. Я не знаю, в нем грамм 300, наверное. Вот. Есть и вот такой вот мелкий. Но мало. В основном такой вот средний. Вот. Итого получается уже раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ой, господи. Но эти два ящика низенькие. Там огромный лук такой лежит. Вот этот. А, нет. Вот этот высокий. Короче, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь ящиков. Вот этим тоже заняться. Это тот голландский, на который я потратила деньги, а он не вырос. Видите? Вот такой маленький остался. Вот такая штучка. И вот тоже надо сесть теперь этот самый. Пока так сложили, скинули. Вот. А это с моих семян такой классный вышел лук. И сколько там еще ящиков будет, веки узнают. Ну, по-любому еще ящиков семь будет. Это точно. Хватит до самого нового урожая. Ящики вот есть еще стоят. Вот такие дела. Та уже замахалась. Уже плохо видно. Там темно. Видите, в сарайчике там. Ну, как сумерки такие. Уже все. И спина болит. Стульчик низкий. Сижу. Согнулась. Три погибели. Ой, здесь уже косить. Пока одним занимаешься, тут ребята зарастают. Видите, все. Надо косить. Когда оно сделается? А я даже не знаю. Так, что собаки? Вы кушать хотите? Надо вас кормить? Да. Скажи, мама, я кусать хочу вообще-то. Надо ноги помыть. Ноги грязные. И зюк кто закусать хочет. Да? Да, собаки. Это снять надо. Я постирала пледик с беседки. Другой постелила, а этот постирала. Да, мой собак. Скажи, мама, мама. Мама, мама. Я уже кушать хочу. Ты что? Где ты там была? В сарае. Ой. Эй. Альмух. Ой, нос наждачка у тебя. Жук. Нос. Ой, господи. Нос наждачка. И я тебя люблю. И я. И я. Господи, оттолкнулся от меня нормально так. Так, играйте в свои. Я в ваши игры не играю. О. Я в ваши игры не играю. Эх. Видели? Видели? Вот за что я говорила. Если она. Этот самое. Ой, мама дорогая. Господи. Кошмар. Если она чуть-чуть заиграется и прикусит его. То он дает ей отпор. Дает. А если так тягает, то он сам подставляется. Альма, ты не путай ничего. Смотри. Фу. Шерсть отрывает. Смотрите. И вычесывать не надо. Ё-моё. Фу. Плюнь. Кошмар. Альмуша. Хоть вы увидите. А то я говорю. Вы мне не верите. Думаете, что жук бедный страдает. Нет. Так, что надо им. Так, иди. Дай шерсть уберу. Иди сюда. Стой. Стой. Господи. Фу. Фу. Плюй. Когда надо, он отпор дает. Если он что-то. Если альмопалку перегибает. Да, Альмус? Если альмопалку перегибала. Он дает отпор. Да. Играя. Все, играйте. Скажи, что, мама, играете? Давай мне кушать. Кушать хочу кашу. О, это услышала. Кушать кашу. Да. И ласа. Скажи, что тут делается? А я вообще. А я вообще. Боже, и тут муравьи. Смотрите. Дороги. Дороги себе сделали. Что там? Ой. Ласа. И ласа кушать тоже будет кашу. Да. Вкусную еду свою. С вкусняшками. Ого, такие крупные муравьи. Скажи, мама, что ты меня помяла? О, боже. Она любит так. Ласка. Что там у тебя? Ухо чешется? Давай почешу. Хмур. Да что ты видишь так хмурая? Сейчас буду кормить. Сейчас принесу кашу. Покупки у меня небольшие. Так. Все-таки переспелая кукуруза. Старовато она. Ну, ничего. Погрызутся. Я салат сделала. Так. Что тут у меня? Хлебушек. То, что я заказывала. О. Батончик. Сладость. И яйца. Все. И яйца. А, это старый чек просто в пакете лежал. Все. Сейчас буду ужин греть. Будем ужинать. А вот и наш ужин. Лена отказалась в беседке кушать, кушать в доме. Потому что комаров тут просто немерено закусали нас. Пюрешка. Пюрешка вчерашняя. Капуста вчерашняя. Сегодня ничего не готовила. Салатик и фрукты. Персики последние. И дынька. Хлебушек. Все. Боже, мухи летают. А, и чай надо еще сделать. Все, ребятки. На этом все. Пока-пока. Так.